Я вас категорически приветствую. Сегодня мы приготовим гуляш. Ни в коем случае не венгерский, не тот правильный. Поэтому сегодня снимем звезды Мишленовский из погон. Оденем передничек. И вот из этого прекрасного кусочка мяска, это говядина, шейная часть, смотрите, с проживочками. Вкусненькая. Ну и приготовим тот самый сардеповский советский гуляш, который подают в столовке на томатной пасте с густой подливкой. Ай, как я вам завидую. У меня уже в кастрюльке вот здесь кипит вода. И я в эту воду брошу картофану. Я картофану начистил. Я брошу его отвариваться, потому что наш гуляш сегодняшний мы будем подавать с картофельным пюре. Но это еще не все. Чуть позднее я вам открою секретный секрет. Страшный секретный секрет. Только никому не рассказывайте его. Сами пользуйтесь. Я картофан немножко присолю. Чуть-чуть. Корректировку по соли позже будем делать. И пусть он все булькает. А я тем временем возьму лучок. У меня полторы головки тут есть. Средних размеров. Я этот лучок каким-то образом накрошу. Можете крошить, как я, на четверть кольца. Можете кубиком мелким покрошить. На самом деле не принципиально, потому что к концу приготовления он весь разойдется. Его не будет в блюде. И я в сковородку укапну масло растительного. И лучок наш обжариваться отправлю. Пока лучок обжаривается, я мяско нарежу. Мясо мы будем нарезать, как на гуляш. Как на гуляш, это значит, вот такими кусочками с грецкий орех. Ну или два с половиной, три сантиметра в диаметре. Вот такие небольшие кусочки. Ну вот, в общем-то, мясо подготовили. Если кому интересно, здесь полтора килограмма. Лучок слегка обжарился. Слегка. Вот он только цвет начал менять. Я уже, наверное, вот так стороночку сдвину. И на вот этой второй половинке мяско буду обжаривать. Мяска у меня много, поэтому я, наверное, частями буду обжаривать. И пусть пожарится. Я прям вот минутку-другую даже трогать не буду. Ни в коем случае не перемешиваю. Пока мяско у меня обжаривается, я еще морковку нарезаю. Кому лениво резать, можете взять терку и на крупной терке ее натереть. И будет вам счастье. А я вот так вот ее на соломочку рубану. И эту соломочку вот на такой кубичек мелкий. Давайте посмотрим, как у нас мяскость отчувствует. Ну вот, можно уже его перемешать. Лучок тоже перемешиваем. Пусть дальше себе обжарилось. Ну вот, с другой стороны мяско прижарилось. Я смешиваю его с луком. Также стороночку сдвигаю. И вторую часть мяска тоже буду обжаривать. Ну вот, мяско уже прижаривается. Я к мясу сейчас добавлю морковку. И продолжу обжаривать уже с морковочкой. Как бы я мясо сдвину на соседнюю комфорку. Пусть оно пока там жарится. Здесь я убавлю огонь. Булькну молочка. Грамм 50-80. И уроню в молочко шматок такой хозяйский. Сливочного масла. Пусть растаивает. Я буду считать, что мяско слегка обжарилось. И добавлю томатной пасты в мясо. И томатную пасту погрею. Чтобы кислотность ушла. Вот сахара не буду добавлять. Потому что здесь лук есть. Но лука здесь достаточное количество. А лук он славится тем, что у него очень много сахара. Поэтому вот просто мы спассируем вот эту томатную пасту. До тех пор, пока кисловатого запаха не будет. Ну а тем временем молочко подогрелось. Я его в сторонку убираю. Пасту томатную погрели. И сейчас можно добавить муку сюда. И тоже ее погреть. Я, кстати, добавлю уже соли. И черного перца. Вот теперь смотрите, что я буду делать. Секретный секрет вам раскрою. Вот тут вот у меня картофанчик варится. И вот эту воду не надо ее выливать куда-то и выбрасывать. Мы ее будем добавлять сюда вот к нашему мясу частями. То есть я сразу не буду много воды давать. Я сейчас какое-то количество дам, чтобы мясо только-только покрывалось водой. И буду тушить наше мясо. А потом, когда вода будет испаряться, я буду еще добавлять сюда воды. Вот этой воды, которая из-под картофана. Она сейчас содержит крахмал. Это тоже способствует загущению соуса. И соус еще вкусный, потому что у нас вода-то от картошечки. А я возьму кастрюлечку и возьму сито. И вот предположим, что у меня нету давилки для картошки. А картофельного пюре хочется. Вот что мне делать? Я просто бросаю сюда картошечку. Беру ложечку. И смотрите, ложечкой через сито я картошку продавливаю. В чем прикол? Во-первых, я ее раздавлю. Ну, это понятно, когда картошка через такое сито проходит, она превращается в пюре. Но пюре, посмотрите, оно однородное. Оно нежнейшее. То есть, если давилкой вы где-то можете кусочки не додавить, и у вас пюре будет получаться кусочками с некими, с картофельными, то здесь у вас так не получится. Вся картошечка пройдет через сито. И вся она будет одинаково нежная, без всяких комочков. Нежнейший картофель. Ну, я сейчас солью приправлю. И, чтобы еще вкуснее было у нас все это счастье, я возьму наше молочко с маслицем, которое я так полью и размешаю. Вот, друзья, здесь вы не найдете ни одного маленького даже самого кусочка непротолченной картошки. Это нежнейшее пюре. Нежнейшее. Посмотрите, консистенция какая. Посмотрите. Ммм. О, прекрасно. Накрываю крышечкой и на плиту ставлю не на горячую, а просто рядышком, чтобы в тепле стояло. Ну, а мяско наше будет выкипать, если жидкость. Я, соответственно, вот этой водичкой, которая у меня с-под картошки осталась, просто буду добавлять. И уже на слабом огне, чтобы вот такие, видите, тяжелые такие пузыри идут, вот это хорошо. Пусть это мяско у меня тушится вот прям как минимум час, как минимум час. А там я буду пробовать и буду готовить вот до тех пор, пока мяско не будет прям нежнейшим. Как бы в моем случае полтора часа прошло. Я уже возьму какую-то зелень, нарублю ее. Тарелочку возьму. И на тарелочку уроню картофанчика. Гулеша нашего добавлю. Добавлю с подливочкой и зеленью припорошу. Готово! Давайте попробуем, что ли. Вот вкусно! Честно, конечно. Мясо нежнейшее. Прямо он рвется на волокна, расходитесь. Видите? Картошечка. Вообще огонь. Все получилось именно так, как было задумано. Господи. Иногда полезно мишленовские звезды убрать с погоды. И приготовить нормальную человеческую еду. Готовьте с удовольствием, друзья. Пусть это будет вкусно и красиво. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. И да пребудут с вами кулинарные боги. Ну все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok